Продолжается онлайн-выставка «Анатомия туризма» и сейчас у нас разговор с компанией «Турлидер» в лице Александра Новиковского, Татьяны Почтарь. Очень приятно видеть вас. И разговор пойдет в данном случае об одном направлении, конкретном. То есть будем все-таки копаться в деталях для того, чтобы агентам было спокойнее и комфортнее ориентироваться в Словении. Так? Да. Все верно. Хорошо. Но давайте каким-то образом начинать. Честно признаюсь, для меня Словении не совсем близкое направление, поэтому я буду занимать позицию человека, которому все интересно и он ничего не понимает. Какое-то количество агентов будут на моей позиции находиться, мне кажется. Потому что не все продают Словению. Да. Значит, добрый день еще раз. Татьяна, меня зовут. О Словении. Словения на украинском рынке, скажем так, не занимает массовостью, направление, которое больше индивидуально. Турист у нас, уровень туриста, ну сразу ориентироваться, это, скажем так, выше среднего. Да. Стоимость тура, получается, при либо лечении, либо море, либо горнолыжка от 1000 евро. Что касается направлений, которые предлагает Словения. Значит, это вообще круглогодичная страна, где можно отдыхать и совмещать различные виды отдыха. Круглый год мы продаем лечебные курорты, термальные курорты. Самый популярный курорт вот среди украинских туристов, это рогашка с латином. Летом мы продаем море, Адриатическое побережье. Не многие знают, что в Словении, в принципе, есть море. Да, то есть многие путают со Словакии, да. У нас Лавения ограничится с Италией. И, скажем так, там небольшое, вот на фотографии есть побережье, небольшое, там протяженность всего 47 километров. Но, тем не менее, туристы, которые уже единожды там побывали, круглый, каждый год, уже по 5-6 лет, они все равно выбирают этот город, самый известный, называется Порт-Арош в Словении. Зимой мы предлагаем горнолыжку, так как Словения также ограничится с Австрией, и там у нас Альпы. У них есть свой кусочек Альпы. Да, тут также небольшой кусочек Альпы, но, скажем, я предлагаю это туристам, которые не катаются, да, там на черных трассах. То есть это много семей с детьми едут, там русскоязычные детские школы с хорошими трассами, конкретно для детей, плюс средний уровень горнолыжников. То есть продвинутым там неинтересно, но можно совмещать. Допустим, можно совместить горнолыжку в Австрии плюс термальный отдых в Словении, так как Австрия и Словения, ну вот от горнолыжки к термалке, там 80 километров машиной, трансфером как угодно. Но изначально, наверное, я не сказала, хотела бы сказать, то есть в чем преимущество Словении. Во-первых, от Украины она находится, если ехать автомобилем, 1600 километров. Это вот в одну сторону. Едем через Венгрию. То есть тоже плюс можно комбинировать Будапешт плюс дальше поехали в Словению. Преимущество также, что граничим с Австрией, с Хорватией и с Италией. Неделю отдыхаем в Словении, то есть у нас тоже есть такие комбинированные туры, и вариации их миллион на самом деле, и индивидуально, и под запрос, и то, что мы конкретно предлагаем. Можно отдохнуть в Италии плюс Словении, можно отдохнуть в Хорватии плюс Словении, можно отдохнуть в Австрии плюс Словении. Зачем Словению выбирать как базу? Ну то есть я понимаю, из нее удобно разъезжаться радиально, а помимо этого какие преимущества? Допустим, сразу мне приходят на ум, да, дешевле, чем в Италии, да? Да, если выбирать морское побережье, то это, скажем так, там даже отдыхает много итальянцев, потому что им дешевле там отдохнуть, и качество, уровень не хуже. Скажем так, словенцы, они не настолько балованы туристами, как итальянцы, да, и у них подход к нашим туристам, к итальянцам, неважно, они не граничат по национальностям, они очень любят гостей, они гостеприимны, очень высокое качество обслуживания, ну и по ценам, скажем так, приятно. Также преимущество в Словении есть, вот я уже останавливалась, термальный курорт Рогашка-Слатина. В чем, скажем так, на украинском рынке этот курорт продается не более 10 лет. Этот курорт ранее был закрытого типа, скажем так, и отдохнуть могли, ну не все туристы из Украины могли позволить себе туда поехать, но они как бы сейчас пересмотрели по ценовую политику, да, чтобы все-таки был какой-то небольшой поток, и наши туристы заценили этот курорт, потому что, во-первых, уникальная вода там находится, источники воды, называется Донат Магния, вода насыщена магнием, не во всех странах есть такой состав воды, и люди, упор у них желудочно-кишечный тракт, питьевая вода, плюс во всех отелях есть термальные бассейны. Не все курорты термальные других стран могут похвастаться наличием термальных бассейнов, конкретно с термальной водой. Обычно это разбавленные бассейны, а тут, ну как бы небольшие бассейны, но они есть. Нахождение в них не более 15 минут, что доказывает, что там реально термальная вода. Вода по составу очень подходит диабетикам. Сейчас даже многие клиники гастро в Украине предлагают туристам посетить рогашку с латину, потому что вода зарекомендовала себя. Полное очищение организма, ну да, вот на таблице, допустим, указаны, тут много курорта, но вот рогашку, вы видите, да, мы выделили красным, что все-таки упор мы делаем на этот курорт. Очищение организма, очищение печени, обмен веществ. И вот, скажем, уже на практике, да, я могу сказать, то есть турлидер у нас продает Словению 4 года, но в принципе я со Словении знакома уже 8 лет, да, я сама там отдыхаю, семья моя отдыхает, и в рогашке мы были. Туристы, которые хотя бы раз уже посетили рогашку и выпили эту воду, каждые полгода они все равно туда возвращаются. Там что, привыкание? Нет, есть результат, скажем так. А, в этом смысле? Да, есть результат этой воды. Можно приехать просто отдохнуть по релакс, но многие платят такие деньги ради лечения, да. Значит, у них очень классное оборудование, все анализы можно приехать дать, и это все за доступные деньги. По рогашке еще хочу сказать, что сам курорт сам по себе он небольшой, он находится в горах, он находится ближе к Австрии, да. То есть нужно тоже понимать специфику. Если сравниваем с Карловыми варами, то есть мы тоже, да, вот как оператор по Чехии, я вот, туристы многие сравнивают эти направления, потому что там термальный курорт очень хороший и популярный. Значит, в Карловых варах предлагается полностью пакетное лечение. То есть вы приезжаете, у вас уже осмотры, лечение, вода, это все входит в стоимость. В рогашке немножко другая ситуация. Вы приехали из Украины, мы всем советуем заранее забронировать осмотр русскоязычного врача. Да. Значит, турист приехал, и с ним уже вот он, турист может взять с собой лечебную карту, вот все, что есть, анализы, хотим сдавать в рогашке, не хотим, можно привезти свое. С доктором обсудить, что беспокоит, что и как. И согласно этим показаниям, доктор уже назначает, как пить воду. То есть пакетного лечения у них понятия нет. Только индивидуальный подход. Да, только индивидуальный подход. Они не назначают заранее процедуры, потому что эти многие процедуры не подходят туристам, они приезжают зачем. Да, вот конкретно в рогашке они не нужны. Там есть один лечебный центр, один-двет на весь курорт. Независимо от того, в каком отеле ты проживаешь, ты все равно ходишь в одно место. То есть это не так, как в Карл Экварах, у всех своя лечебная база, и кто-то силен в этой лечебной базе, кто-то не силен в этой лечебной базе. Тут мы сильны, один лечебный центр, все врачи, независимо, там у тебя четверка, тройка или пятерка отель. Отели там немного, там всего около шести отелей, да, и один пятизвездочный отель, он закрытого типа, то есть там, скажем так, немного номеров, но это для туристов, которые вип-вип-вип, хотим закрытые номера, чтобы нас никто не видел, с охраной, с семьями приезжаем, отдыхаем. Для среднего туриста тоже выбор и тройка, и четверка, и это тройка классного уровня, то есть никто не приедет, скажет, что это маленькие номера или нас плохо обслуживали. Шикарное питание. Питание есть как и для диабетиков, то есть выбор полностью. Если вам врач прописал, там диетическое питание, то это диетическое питание у вас будет в отеле, и врач, и диетолог также есть в отеле, который будет согласно вашим назначениям, вплоть до того, что он с вами будет ходить и смотреть, что вы кушаете. Поэтому, если цель лечиться, цель похудения, цель очищения... Заветное слово было произнесено сейчас, все активизировались. Вы знаете, да, многие женщины вот все-таки рогашку попробовали, попробовали эту воду. В Украине продается вода-донат в аптеке. Сейчас уже начали завозить, да, но как бы я покупала, попробовала, потому что я пила из бювета, и как бы думаю, что же здесь. Не такая. Ну, они ее как минерализируют, да, вот, и есть эффект, но эффект нужно пить, ну, полтора месяца эту воду, да, а может и два месяца, чтобы почувствовать какой-то эффект. Тут мы приезжаем, и, ну, за 10 дней вы уже ощущаете эффект. Вот это вид курорта, да, вот видим, он небольшой. Круглое здание – это бювет, рядом с круглым зданием – это лечебный центр. Все, что вокруг – это отельная база. Ну, вот, находится в лесу, в горах, очень променадная зона небольшая, да. Ну, многим туристам очень тяжело спрыгнуть, да, вот с каких-то крупных термальных курортов. Вот ты же, то есть, пример Карла Увары. Мы все страдаем стереотипом. Да, да, поэтому я говорю, поедьте, попробуйте, и вы не пожалеете. То есть, хотя бы попробовать нужно воду, для того, чтобы о чем говорить. Да, там нет огромной территории для прогулок, но, тем не менее, тут свой плюс. Люди приехали, 10 дней полечились, они получили эффект, и у меня не было еще ни одного туриста в компании Турли, которые не приехали, и не сказали, что они не получили никакого эффекта. То есть, у каждого эффект разный. Кто-то похудел, кто-то почувствовал, что желудком у него все хорошо, и вот, ну, хотя бы раз в полгода они все равно посещают. То есть, лечебный эффект есть. Ну, не знаю, насколько, опять-таки, агентскому сообществу удастся донести это до туристов, потому что просто для разнообразия, ну, не для всех сейчас сыграют. Тут общий вопрос, я не знаю, кому из вас удобнее ответить. Вот, каковы перспективы Словении в этом сезоне? Ну, начнем с того, что Словения не является массовым направлением, это однозначно. Перспектива только такая, что турист, или направленный, пришедший к агенту с вопросом, куда бы поехать полечиться или подлечиться, должен понимать, что, вернее, не турист, а агент должен понимать, что максимально быстрый эффект он сможет получить именно в Словении, в рогашке. Таким образом закрепить а, свою уверенность в лечебном направлении, б, удовлетворить клиента. С, это еще, в принципе, если клиент совместит комбинацию, сделать, и там, допустим, Словения плюс Италия, или Венгрия плюс Словения, то он получит для себя еще мультивыгоду, то, что сможет совместить две или три страны. Поэтому направление Словения, оно, опять-таки, больше индивидуальное, но, тем не менее, его спрашивают. То есть, красивая столица, все почему-то привыкли, что столица, и сразу должно быть море. Столица не на море, столица еще и в стороне находится. И люди, которые выбирают Словению, они, как правило, выбирают ее не просто, потому что они решили увидеть там больше стран, а потому что кто-то порекомендовал. В основном это сарафанное радио. Это рекомендации друзей, знакомых, приятелей, которые поехали, посмотрели, оценили по достоинству и передают дальше эту эстафету. Потому что, когда спрашиваешь, турист приходит, говорит, я хочу в Словению. Сразу говоришь, вот это целенаправленный турист. А вы уже были в Словении? Нет. А почему именно? Кто посоветовал. У меня были друзья, они съездили, остались безумно довольны, поэтому мы хотим в Словению. Может быть, какую-то другую страну? Нет, мы хотим в Словению. То есть, этот человек уже практически целенаправленно понимающий, что ему нужна Словения. Здесь дальше идет уже удобство, каким образом подобрать именно тот или иной тур. А, либо люди летят авиационным сообщением, либо люди едут на своей машине. Потому что какой-то автобусной программы, она сложно комбинируемая, поэтому мы ее не предлагаем. Не предполагают. В основном вполне удобно, да? Не совсем удобно. Ну, да. Для автобуса, скажем так, если свои автобусы пускать конкретно, это нецелесообразно. Потому что это не массовый курорт. А сообщения из Украины автобусного туда нет. Многие совмещают, доезжают поздом до Будапешта, а там уже либо машина на прокат. Но это тоже дорого, дешевле поехать своим автомобилем. Ну, вот тоже нюанс. Я, Александра, перебила. Я изначально не сказала, да, вот по поводу, как добраться до Словении помимо автомобиля. Ранее летали прямые перелеты, да, до столицы Любляны из Украины. Но сейчас, да, вот уже лет, года четыре нет прямого перелета. Но мы разграничили вот Словению по регионам. И те туристы, которые едут на термальные курорты, мы отправляем всех прямой перелет до Вены. Оттуда партнеры делают трансфер. Либо же до... Хорватии до Загреба. От Загреба до Рогашки 80 километров. Поэтому тоже так многие летят. Если же это море, мы летим визером до Венеции. Аэропорт Тревиза. Оттуда партнеры. Полтора часа. И вы в Портороже, в Словении. Если же это горнолыжка, то мы точно так же летим до Венеции. Там два часа трансфер. И вы на горнолыжке. Ну, вот такое разграничение. Но многие туристы летают непрямым рейсом до Любляны, до столицы. Сейчас турецкие авиалинии сделали хорошую полетную полетку. Ранее тоже был этот рейс, но там нужно было ночевать в Стамбуле, чтобы долететь до Любляны. Поэтому многим это не подходит. Сейчас они очень подстроились под это направление. Два часа стыковка Стамбула и до Любляны. И приятные они по цене, скажем так. Они делали совместно со словенцами, скажем так, такой ознакомительный тур в Словению, чтобы раскрутить это направление. И, в принципе, наши туристы среагировали, потому что они сделали приятную цену и по времени это много не занимает. То есть иногда даже выгоднее взять этот непрямой перелет, чем лететь до Вены, да, и оттуда там два с половиной часа трансфер, а тут со стыковочкой долетели и быстренько в Любляне. Прямо в Любляне. Да. Ну, я так понимаю, вариантов действительно много. Они разные. И тут действительно нужно индивидуально подходить. Кому что будет удобнее и выгоднее. Все ли эти варианты останутся в 2015 году, вот в сезон? Ну, на данный момент, да, все варианты остаются. Единственное, что по Визерсу сегодня информация была. По этому и спрашиваю, сегодня прошла. Мы на данный момент только утром узнали о том, что снимаются рейсы, но насколько была информация, что 8 рейсов... Ты не увидел, снимают или не снимают Венецию? Я не могу дезориентировать, потому что мы только утром об этом узнали. Хорошо, давайте мы это уточним. Да, то есть, я думаю, да. Будет видно. Хорошо. Если брать по поводу авиасообщения, то мы будем ориентированы на стыковочные рейсы с Истамбулом. Турецкая авиалиния на сегодняшний день показывает замечательный сервис, хороший самолет, и они еще демонстрируют хорошее ценообразование пока, поэтому мы этим будем активно пользоваться и использовать. И дальше будем искать все равно какие-то позиции. Если это будет, опять, может быть, Визеер в другой ипостаси выйдет на украинский рынок, Визеер, допустим, в Венгрии, начнет летать по этим же направлениям. Мы не знаем. Надо подождать день, два, три, чтобы они поделели. Возможно, полетит МАУ. Возможно. Мы никто не знает. Да, есть такие подозрения. Потому что рейсы на Венецию, они были популярными, они были заполненными, поэтому я не думаю, что они останутся без внимания авиаперевозчиков. Кто-то, в общем, полетит в любом случае, с этим перевозчиком. Процентов 90. Ну, уже были подстраиваться, да, не Венеция, значит, другое направление найдем. Ну, то там от Загреба тоже ехать до морского побережья полтора часа, поэтому в любом случае... Ну, вот если можно, несколько слов еще о морской Словении, потому что горнолыжная, она и интересна, с одной стороны, но с другой стороны, когда еще будет следующая горнолыжка, хочется о том, что ближе, о том, что можно пощупать, о том, что можно предлагать своим туристам, конечно, узнать. Да, по морскому побережью. Значит, тоже, видите, вот отельная база, я как бы и компания предлагаем самый популярный курорт Словении, он называется Порторож. В Портороже три комплекса отелей, в каждом, ну, вот в одном комплексе пять отелей, в другом комплексе три отеля, и в третьем комплексе тоже около пяти отелей. Это четверки, пятерки и тройки, тоже все в зависимости от возможности и туристам. Нюанс, который нужно знать по побережью, что по пляжам, скажем так, вот многие задают вопрос, значит, пляж, у них идет натуральная бетонная плита. Ух, экологически чистая бетонная плита. Да, она не нагревается, вот как многие спрашивают, если летом будет плюс 35, а я на бетоне голыми ногами. Да, нет, она не нагревается. Это заход в море, вот бетонная плита идет, плюс идет маленький понтончик, либо ступеньки в море. Но каждый комплекс сделал себе свой пляж, и он идет, как бы вам объяснить, травяной. То есть они посеяли травичку, на травичке идут у нас шезлонги, зонтики. Если вы проживаете в пятерке, это все у вас входит в стоимость, ну это как и у многих европейских странах. Если вы проживаете в четверке, там идут за доплату эти лежаки. Ну то есть тоже муниципальная собственность. Да, но нет, кстати, вот комплексы эти, это у них пляжи не муниципальные, это их личная собственность. Да, но рядом, как всегда, есть альтернатива. Если вы не хотите платить за пляж, точно так же есть муниципальный пляж, где бесплатно и вы выбираете варианты. Либо вы на полотенце, либо вы на шезлонге. Ну то есть как вам удобно. С пляжем многие вот с детками, да, спрашивают, что вот если мой ребенок хочет песочка, песочка там не будет, то есть я сразу не дезориентирую людей. Но тут есть плюс. Море там всегда чистое. Приливы, отливы, волны, ничего не поднимается, водорослей нет, все прозрачно. Я отдыхала по шумаду с пятилетним ребенком, и мне даже так комфортнее. Он чистый на траве, он не весь в песке. По поводу детей нет песчаных замков, но зато нет песка в плавках. Да, то есть... Не только в плавках. По поводу еще климата. Скажем так, туда едут семьи с детьми аллергиками, да. Говорят, благодарный климат Адриатика плюс хвоя. Что там на берегу у них много зелени, поэтому вот, не знаю, тоже нареканий не было. Вот детей туда вывозят, у кого проблемы с аденоидами. Вот у меня вот семьи, которые уже в течение пяти лет подряд, они выбирают этот Порторож. Хотя, в принципе, Хорватия тоже этим славится. И Черногория. Да, и Черногория. Но, тем не менее... Эта часть Адриатики, она, в общем, вся более или менее похожа. Да, но им нравится. А чуть-чуть тоже отличается. В Хорватии, да, вот она все-таки потоковая. Там пошел турист второй, третий, все лето заполняется. Многие вот, ну, как-то уже в этом году отель испортился, все. Вот тут за 10 лет, верю, я практически каждый год посещаю, помимо, ну, личного отдыха, я приезжаю в рекламные туры, я вожу группы. Они настолько пытаются удовлетворить агента, туриста, ну, неважно. То есть они подходят к сервисам. Ценообразование там очень хорошее. То есть если летом они видят, что нет заполняемости, начинается куча скидок, куча СПО, лишь бы ваше турист. При визите туриста, скажем так, а уже наше дело встретить. Они борются за туриста. Да, они борются за туриста, и они очень рады украинским туристам. Там подход, скажем так, шикарный. Плюс в Портороже также есть комплекс, он называется Life Class, вот вы видите. Значит, у них есть огромный комплекс также термальных бассейнов. То есть помимо моря, там 2500, они вот в этом году его оборудовали, 2500 квадратных метров термальных бассейнов. Есть детские бассейны, взрослые бассейны, верпулы, ну, различные виды бассейнов. Поэтому, если же иногда бывает на море плохая погода, то мы можем покупаться в термальных бассейнах. Плюс в этом комплексе есть, скажем так, лечебная база для аллергиков. То есть там процедуры, там конкретно лечебный комплекс. Детей привозим, лечим ингаляции, соляные комнаты, то есть всё это есть. В принципе, ну вот всё, что вы говорите сейчас о Словении, и такой эдакой, всё в сторону оздоровления, так или иначе. Крен вот этот есть определённый. Да, да. Вот Словения, вы знаете, она славится тем, что практически вся страна на термах. То есть там не только рогашка, скажем так, рогашка самый популярный среди украинских туристов, и его легче продавать. Там очень много термальных курортов, и тоже мы уже, скажем так, пытаемся их донести до украинского туриста, хотя пока ещё тяжело. Получаются, значит, сердечные заболевания у них. Курорт Радинцы называется. И это всё близко возле Венгрии. То есть машина, то есть сколько, 800-1000 километров, да, если не ехать до моря. И вы уже, ну, и они даже уже все русскоязычных переводчиков, хотя славянский язык, он очень лёгкий для восприятия, особенно украинцам. Он схож на наш. Созвучен. Да, созвучен. Ну, в любом случае, наши туристы... Ну, группа языков одна, тут легко, да. Вопрос по поводу Словении. Словения, она, как знаете, мы привыкли, сейчас приходим, уже покупаем шампунь, ну, плюс кондиционер. Вам не надо, но многие покупают. Шампунь плюс кондиционер. В Венгрии... Я услышал тебя. Словения, да. Словения, это тот же момент. Это отдых плюс лечение. То есть не нужно потратить тебе отдельно средства на лечение и отдельно средства на море. То есть здесь можно комбинировать. И за один период времени делаешь сразу два полезных дела. И отдыхаешь, и оздоровляешься. Поэтому этим Словения, в принципе, отличается от многих других курортов. Потому что остальная львиная доля курортов Средиземноморья, она в основном, там практически на 95% расположена, не расположена, а предполагает только лишь отдых. То есть... Можете всего пляжный, ну, возможно, еще часть какой-то экскурсионного. Да, пляжный, экскурсионный. Но вот так, чтобы совместить море плюс лечение, Словения, это идеальная позиция. Но тут еще вот есть... Я так понимаю, что все-таки это не вполне санаторно-курортное такое лечение. Нет, 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 это вообще не санаторно. Когда вы приезжаете с какими-то проблемами со здоровьем, и вокруг вас тоже люди с проблемами прям со здоровьем, это видно не вооруженным глазом. Больше профилактическая реабилитационная программа, потому что, то есть, людей, которые там, грубо говоря, страдающие, ползающие на коленях до бювета, вы не увидите. Все, в принципе, опять-таки поддерживают свой уровень, и в основном это, опять-таки... Не, ну, если есть туристы, которые конкретно хотят лечиться, то есть даже помимо профилактики, да, вот многие спортсмены ездят, там есть курорт Добрна, у нас из Украины федерация футбола вывозит туда на реабилитацию. Причем много лет вывозит, да. Да, вот в Добрне я знаю, да, что многие... И мы вот организовывали один раз, вывозили пять человек, то есть если нужна реабилитация, это тоже не проблема, да, то есть помимо профилактики. В Рогашке есть отдельный курорт, который селит инвалидов, ну, то есть там все для этого предусмотрено, в номере, в ванной, то есть у них сопровождение до бювета, до лечебного центра, это все на колясках, ну, то есть людей тоже таких привозят, но у них это все разграничено, то есть чтобы турист заранее тебя предупреждает, что в этом отеле живут инвалиды, то есть тебе здесь будет некомфортно, да, вот живем и лучше в этом отеле. Ну и в любом случае, ну, консультацию я всегда даю и по телефону, я по номерному фонду все, где что находится, где что расположено, любой турист, любой каприз, финшуй справа, финшуй слева, ну, то есть, ну, отельная база настолько выучена уже за много лет, их там немного этих отелей, так что любой каприз. Уважаемые коллеги, агенты и прочие по ту сторону экрана, задавайте свои вопросы, в принципе, господа открыты, компания Турлидер готова отвечать на ваши вопросы и на комментарии в том числе, я так вот потихоньку собираю, потом, в общем, постараюсь, но если будет что-то действительно конкретное, пожалуйста, особенно по Словении, интересное направление, немногие из вас с ней работают напрямую, и кто-то, возможно, заинтересовался более чем, для того, чтобы начать в этом сезоне, есть уже там наметки какие-то на туристов, которые хотят именно в Словении, вы сможете им помочь вместе с компанией Турлидер. Так что мы открыты, есть чаты, пожалуйста, пишите туда. Давайте продолжать, у нас, в принципе, еще, слава богу, остается время, для того, чтобы нечто общее сказать, вот, все-таки, заинтересовать, ну, заинтересовать туриста Словении, допустим, я уже понял, как, да, заинтересовать агента Словении, вот мне еще не совсем понятно. Ну да, с агентами, с агентами нужно работать по этому направлению, ну, я бы еще хотела сказать для агентов, да, такую информацию по поводу визового режима. Многие агенты сталкиваются, да, со сбором документов для других стран, может быть, с некоторыми трудностями с посольством, тоже нужно знать, что Словения очень лояльна в открытии визы, это Шенген-зона, мы аккредитованы в посольстве, список документов просто минимальный, работа, банки, все, ничего, ни на какой язык не нужно переводить, чистые паспорта, все визы ставятся, и если люди хотят скомбинировать, ну, повторяюсь, то мы открываем визу на больший период под комбинированный тур, то есть, ну, вот визовый режим, это тоже плюс, да, то есть у нас аккредитация, у нас напрямую, то есть, если какие-то возникают вопросы, проблемы, это все решается, но по документам элементарное. По, для агентов также, ну, для того, чтобы заинтересовать туриста, в любом случае нужно хотя бы, да, что-то знать, потому что... Лучше еще и пощупать. И пощупать, и знать. Мы, кстати, вот в прошлом году организовывали рекламный тур в Словению с компанией, принимающая сторона у нас в Словении, Millennium Travel, в принципе, тех агентов, которых мы отвезли, это стали наши постоянные агенты, это их постоянные туристы, которые два раза в год ездят в рогашку, еще раз повторюсь, то есть, ну, в любом случае над этим надо работать и работать также агентом. Агенты должны понимать, что со Словении также очень хороший заработок, да, вот для них. Комиссия хорошая, то есть, учитывая, что средняя стоимость тура, я уже минимальная, скажем так, вот тысячи евро, да, ну, в любом случае, соответственно, тут и зарабатываем, зарабатываем и нареканий от туристов они не услышат. Вот, то есть, для украинского туриста, в принципе, в Словении больше плюсов, чем минусов, если вы говорите, что лучше всего работает сарафанное радио, оно только в этих случаях-то работает, фактически. Ну, наверное, да, сарафанное радио 90% дает результатов. Все-таки в какую-то систему нужно переводить сарафанное радио не будет. Конкретно я имею в виду по Словении, да, на данный момент. Но у нас, как бы, мы хотим заинтересовывать агентов рекламными турами, потому что если он не увидел эту страну, он ее не... Ну, очень крайне тяжело продать, да, там, я буду рассказывать много дней о том, какая она прекрасная и замечательная, но ее нужно увидеть и почувствовать. Иначе никогда словно не продашь. Совершенно верно. А что планируется в вашей программе для агентов? То есть, возможно, там семинары, вебинары, рекламники вот на ближайшее время по Словении. Есть какие-то планы, которые вы можете озвучить? Да, безусловно. Ну, как бы, они еще не имеют фиксированных дат, но, тем не менее, мы уже анонсируем, ну, в предыдущих наших, так бы, трансляциях о том, что мы обязательно будем в регионах. В регионах мы будем... Это Одесса, Днепропетровск, Харьков, Львов, Запорожье. Возможно, пока еще мы там оговариваем. Однозначно в этих городах будут проведены семинары. То есть, живые семинары, на которых мы будем дополнительно еще рассказывать, показывать, объяснять, слушать проблематику, отвечать на эту проблематику, отвечать на вопросы и позиционировать со своей стороны эту страну как замечательная страна для именно туризма, который совмещает и лечебный, и пляжный отдых. Значит, относительно вебинаров, да, безусловно, мы надеемся, что в ближайшее время, опять-таки, сможем предоставить широкой публике ряд записей, которая будет доступна на наших сайтах. Мы немножко будем... поменяем чуть-чуть еще вот эту вот составляющую, обучающую на наших сайтах. Мы хотим, чтобы это было доступно там 24 часа в сутки. В режиме записи можно посмотреть, потому что, когда ты просмотрел и увидел, и у тебя возник вопрос, ты уже с конкретным вопросом обращаешься. Когда ты ждешь вебинара и слушаешь, а тебе кто-то пришел, тебе кто-то позвонил, ты отвлекся, ты уже потерялся, потерял акцент и уже не то пальто. Поэтому в записи будут вебинары у нас на сайте чуть-чуть позже. Я думаю, что до конца апреля они будут точно. И расписание наших, можно сказать, поездок семинарских по регионам, это тоже мы где-то в течение 10-14 дней повесим и на сайте, и сделаем рассылочку по рынку. Лучший, конечно же, фидбэк после рекламного тура. Ну и в принципе у нас есть и онлайн-консультация, если сложно дозвониться, и есть телефоны, по которым можно всегда дозвониться. И Татьяна с большим и огромным удовольствием расскажет о всех нюансах или подкорректирует тот или иной заказ или запрос. То есть, уважаемые агенты, вам, собственно, и обращаться напрямую, к Татьяне Почтаре, она будет отвечать на ваши вопросы. Сейчас вы ее видите. Если сейчас у вас возникают какие-то вопросы, или вы собираетесь на готовнике прочитать пословение, прежде чем их задавать, то в принципе не стесняйтесь, пока Татьяна здесь, она тоже может ответить хотя бы на какую-то часть вопросов. Так, окей. Что не сказали? Что я забыл спросить? Поскольку я не специалист пословении. Ведь наверняка же что-то забыл. Значит, по Словении еще я хотела бы рассказать. У Словении есть визитная карточка. То есть, все славянцы, когда сюда приезжают на выставки, все представители, скажем так, консульства, они очень любят один регион, значит, Альпийское озеро Блет. Вот сейчас эта фотография, они называют это визитной карточкой Словении. Значит, от столицы в 20 минутах езды от Любля на этой таблет находятся. Озеро, скажем так, очень любят молодожены. То есть, те, кто организовывает свадебные путешествия, идет комбинация тоже вот три дня на озеро, ну и дальше поехали. Значит, озеро, на озере летом можно купаться. То есть, помимо моря, у нас есть еще озера, в которых мы купаемся. Это изумительная природа, это изумительный воздух. Это также в отелях термальные бассейны, там без питьевой воды, но это, скажем так, полный релакс. Поэтому вот свадебные путешествия, свадьбы тут в замке проводятся, свадебные церемонии. Значит, на озере вот есть церковь на фотографии, где конкретно можно это провести. Церемонии декоративные или можно по закону вступить в брак? Нет, по закону, к сожалению, Словении не разрешают вступить в брак. То есть, это просто как выездная свадебная церемония для гостей. То есть, если кто-то хочет красиво это все оформить, то это то место, других даже мы не предлагаем в Словении, потому что все приезжают с огромным восторгом. Зимой также очень часто посещают это озеро, так как оно рядом с горнолыжкой. И от озера тоже 20 минут приехали. То есть, многие даже не хотят жить на горнолыжке, они живут на озере. На берегу озера. А ездят кататься 20 минут, и вы уже в нет раз. Ну, учитывая, что Словения, горнолыжный курорт не для профессионалов, а скорее для семейного отдыха больше. Да, для такого хочу катаюсь, не хочу на озере сижу. Наверное, это очень мило. Ну, вот еще нюанс, что агенты должны, как бы, тоже иметь представление, Словения это страна автомобилистов. Не знаю, ну вот... То есть, комфортные дороги, все заточено под автомобили, так? Все комфортно, да. И вот многие же автомобилисты, как, они путешествуют по Европе. Да, то есть, не только одну страну охватывают. Поэтому даже многие просто останавливаются в стране, а вот ездят в разные регионы, право, лево, ну, вот я уже говорила, с кем граничат. Но все равно хотят жить тут. Во-первых, цена, во-вторых, красота, и, ну, вариантов отдыха миллион, круглогодично. Поэтому тут я даже не могу остановиться о том, что летом я продаю только море. Нет. Летом мы продаем и термальные курорты, и Альпийское озеро. Ну, поэтому, вероятно, не возникает вопросов, а когда... Самый высокий сезон в Словении. Вот, да, я даже не могу сказать. Нет такого понятия, да, как я понимаю? Да, круглогодичный отдых, поэтому, ну, да, направление сдать надо. Поэтому, в любом случае, это уже наша работа, работа турлидера, чтобы агентов познакомить с этим направлением. Есть уже агенты, которые действительно знают и продают. То есть, они попробовали продать это. Приехали туристы с горящими глазами, которые сказали, да, мы туда будем ездить. Ну, и уже пошел поток. Ну, конечно, те, кто занимаются Словении, и являются в этом смысле профессионалами высокого класса, они сейчас, возможно, просто сравнивают свои впечатления по Словении с вашими. Те, кто ей не занимаются, возможно, заинтересуются и начнут заниматься вместе с компанией Турлидер, которая сейчас у нас в анатомии туризма и представляет замечательную страну Словению. У нас осталась еще одна минута. Я бы хотел от вас, Татьяна, в первую очередь, потому что Александр уже давал какие-то пожелания для агентов в новом сезоне, вот в связи со Словенией. Я не знаю, вот, пожалуйста, ваши камеры. Да, уважаемые агенты, очень буду рада общению с вами. Дам вам максимальную информацию об этой стране, все нюансы продаж, как продать. То есть, если даже возникают такие вопросы, как продать, обращайтесь по Словении. Словения – страна релакса, поэтому в наше тяжелое время, да, давайте будем ориентировать наших туристов, что в этом году у нас все будет хорошо и нужно расслабляться. Ну, соответственно, расслабляться будем мы с вами в Словении. А с агентами, возможно, осенью у нас будет рекламный тур, он будет анонсироваться. Ну, поэтому я буду, как бы, присутствовать, все познакомимся лично и увидимся в Словении. Отлично. С компанией турлиеры, лидеры Татьяны Почтарь, вы увидитесь в Словении. С Александром Новиковским, я уверен, вы увидитесь не только в Словении. Ну, анатомия туризма продолжает свое шествие по интернет-пространству. Смотрите, получаете не только удовольствие, но и пользу от того, что вы видите.